Светлана Ефимчик собралась со своим четвероногим другом в Москву на поезде. Потому вопрос звучит так, можно ли перевозить домашнее животное в вагоне и на каких условиях. Путешествовать по правилам попробовала и наша программа. Прежде чем отправиться в путь с хвостатым любимчиком, необходимо знать правила перевозки живности в поездах. Еще раз убедиться, справится ли ваш питомец с трудностями в дороге. Если животное нездорово и еще не оправилось от травмы, то лучше его оставить на попечении знакомым. Перед поездкой обязательно покажите питомце-ветеринару. Необходимые прибивки сделайте заранее. И главное, возьмите справку или ветеринарное свидетельство. У меня только справочка, что она здорова. Хорошо, что она здорова. Хорошо, какая стоимость билетика. За провоз без оплаты мелких домашних животных, собак и птиц, владелец несет имущественную ответственность. В соответствии с законодательством Республики Беларусь. Оплата за провоз животного составляет 50% от стоимости билета сопровождающего. Наша программа решила проверить, как соблюдаются правила перевозки живности на железнодорожных путях. Картина, корзина, картонка и наша совсем не маленькая собачонка. С билетом, но без справки. По легенде, отправилась в Слуцк. На этом наш эксперимент не закончился. Когда попытка проехать на дизеле не удалась, нас человек вместе с героиней Никой перекочевали в поезд международного сообщения. С билетом, цена которого превышает проезд в дизеле в 3,5 раза, от попытки доехать до Слуцка мы не отказались. За дорогое удовольствие хоть и заплатили, а удача от нас опять отвернулась. Для провоза вашей собачки нужно выкупить полностью купе. Внутри республиканских сообщений. Провоз собак, который превышает до 50 в холке, выкупается полностью купе. В поездах перевозка собак крупных пород, у которых высота в холке более 50 сантиметров, производится в наморниках и с поводком в отдельном купе вагона. С оплатой полной стоимости проездных документов за все места. Для того, чтобы провести по каждому вагону, вы должны предоставить старую. Это должен быть сооруженный ящик. В общем, не кажется, когда мы не поедем, пойдем домой. Надо позарез, довод не для проводников. Не обнюхав даже подножки вагона, наш эксперимент провалился. Если вы едете в Россию, например, у нас Солигорск-Москва поезд, у вас крупная собака, вы должны купить квитанцию, как за 20 килограмм багажа, и плюс... А у вас крупная? Да. И выкупить полностью все купе. В плацкарте с крупными нельзя ехать. Если у вас мелкая собака, вы должны купить квитанцию, как за 20 килограмм багажа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!